Молодые начинающие журналисты и редакторы иногда бывают шокированы тем фактом, что в крупных изданиях, в крупных редакциях на каждую значимую большую персону, знаменитость, политиков, вообще таких столпов конкретного общества, на всех них есть заранее заготовленные некрологи, которые лежат на редакционном сервере, часто прям уже заложены в админку, все сверстанно и, собственно, они просто ждут своего часа, когда что-то происходит, когда человек либо умер, либо внезапно скончался. У редакции уже есть материал, который просто добавляется в последнюю точку и это все выходит в эфир или на сайте публикуется. Шокирует это, потому что ну как же можно к этому готовиться, именно и нужно к этому готовиться, потому что в тот момент, когда это внезапно либо ожидаемо случается, у редакции не будет времени на то, чтобы поднять большие массивы информации, структурировать это, спокойно продумать. Всегда это такой эмоциональный всплеск, это сразу всплеск трафика, это сразу всплеск интереса, который редакция может оседлать, может получить кусочек этого трафика, либо может не получить. Поэтому готовиться заранее, это вообще в принципе важное умение любого редактора, любого сайта, и мы отдельно будем говорить в серии роликов про создание календаря, предугадывание, предсказание важных событий. Ну вот сегодня мы посмотрим на то, как разные редакции откликнулись на то, что скончалась королева Елизавета II, и посмотрим, какие разные форматы они выбрали для того, чтобы представить ее жизнь и такой внушительный период, сколько она была там, 70 лет была на троне. То есть мы смотрим сейчас разные международные издания, одну и ту же тему, как они представили историю, историю жизни королевы Елизаветы. Ну, начнем мы с достаточно простых таких воплощений и простых форматов, которые достаточно просто делаются, если мы говорим про верстку и про организацию контента. Конечно же, собрать и отредактировать, выбрать ключевые моменты – это такая основательная редакторская работа, она тоже вот так вот автоматически не делается, но мы сейчас обратим внимание именно на мультимедийную подачу, а разбор, кто какие акценты расставил, я это оставлю на другой ролик, который будет посвящен именно редакторской работе расстановки акцентов. Значит, смотрим на PBS, озаглавлено вот таймлайн, достаточно такой термин, бывают термины мультимедийные, которые прям совсем внутрикорпоративные, а таймлайн – это термин, который знает и аудитория. Значит, текстовая подача, собственно, тут ненумерованный список, дата, день, год, что случилось, что случилось. Вот между 60-м и 64-м ничего не происходило, просто два сына родились и больше ничего не было выделено. Дальше вот есть видеоролик, вставка отдельная. Давайте. Здесь тоже такой набор видеохроники, который есть. То есть вот у нас есть видеоролик, скольки минуты у нас тут, 7-минутный, и дальше текстовый со ссылками на публикации этого же портала. На публикации этого же портала, да. То есть вот у нас есть такой текстовый с перекрестными ссылками и вставкой видео. Дальше, в принципе, вот текстовый формат, он, наверное, самый быстрый с точки зрения публикации, потому что у вас есть, вам не надо ничего переверстывать, вам не надо делать никакой спецпроект. Тут вот прям я сразу, у меня глаз видит еще и текст, хотя я сказала, что текст не буду сильно погружаться, но в том смысле, что если мы говорим о жизни Елизаветы, то вот здесь вот пошел просто развод, разводы детей, и убирается акцент именно с жизни самой королевы. Ну, короче, текстовое перечисление, и это у нас идет, да, это идет от 26-го года, от дня рождения, то есть по прямому хронологическому порядку. Едем дальше. Чуть более ярко, чуть более мультимедийно. Да, у нас есть тоже перекрестные ссылки на публикации, на новостные публикации о событии, значит, анонсы именно своих публикаций, новостный блог. Дальше пошла история про вот таймлайн и жизнь. 26-й, 36-й, 47-й, ага, десятилетиями. Вот, значит, такими десятилетиями до. И дальше пошло с фотографиями, со ссылками на разные истории новостные, которые тоже на этом же портале опубликованы. Это USA Today. И так как это достаточно старое издание, у них есть и свои собственные, нет, вот, купленные на Getty Image, AFP, купленные, купленные, IP, IP. Да, я подумала, что у них должны быть свои собственные, США и Депресс, должны быть, по идее, свои собственные фотографии, особенно с визитов, если они, когда королева бывала в штатах. Ну, вот, агентство так агентство, без проблем. Едем дальше. Аль-Джазира. Аль-Джазира тоже у нас текстовый таймлайн прямой хронологии. Другие фотографии, видите, да, совсем подборка. Вот это как раз очень интересно, что выбирают редакторы, да, на что делают акценты. Конечно, здесь можно сказать, что, ну, к чему был доступ, то и показали. Но это так, это половина правды, потому что даже среди всего многообразия доступных вам мультимедийных материалов, то, что вы можете купить на, у агентства фотографии, собственно, вы выбираете, какую фотографию покупать и что ставить на вашу, на вашу страницу. Так, это у нас была Аль-Джазира текстовая. Это у нас история про iNews, британские ребята. Так, это... Ага, от коронации. То есть, если там у нас были таймлайны, которые от рождения, здесь у нас пошла история от коронации. Ну, на самом деле, неправда, потому что они начинают уже от рождения. Окей, в заголовке обманули. Не сильно мы пострадали от этого. Но здесь история про очень... Очень... И, кстати, я бы посмотрела... Я бы посмотрела... Вот помните, я говорила про... Между 60-м и 64-м ничего не происходило. Я бы сравнила эти тексты. Не спер ли кто-то друг у друга этот текст? Понятно, что это такие очевидные тексты, но это привлекло внимание, и можно будет посмотреть. Ладно, это на следующий ролик. Едем дальше. The Hill. Опять таймлайн. Таймлайн текстовый, фотографии... Фотографии черно-белые, цветные. Фотографии, да, вот подборка фоточек. Ой, это Олимпиада была. Тоже очень интересный был эпизод. Ну, то есть вот текстовая история, ключевые моменты жизни королевы. Так, едем дальше. Это у нас австралийцы. Австралийцы, дети, дети совершенно прекрасные. Старые фоточки, то, что вызывает прям отдельный интерес. Потому что современные больше известные и чаще перепочиваются. А хроника, это всегда вызывает жуткое любопытство. Особенно, когда у вас есть такой богатый материал для этой хроники. У нас есть видеовставка. Видеовставка, если я правильно понимаю, с фрагментами. Прекрасно. Будет в ближайший, не знаю, там, в ближайший месяц-полтора точно будет пользоваться большим спросом. Потому что люди будут искать и смотреть эти материалы. Это хороший такой долгий хвост трафика, который вы можете получить себе на сайт. Так, едем дальше. Это у нас все текстовые, текстовые, текстовые. Это у нас кто? Кто это у нас? Это у нас... Это у нас US Magazine. Значит, здесь у нас не история только про королеву. У нас история про отношения пары. Тоже текстовый материал со ссылками, с фотографиями. Но история рассказывается не конкретно про нее, а про их отношения. Тоже понятная тема, потому что это яркая история пары. И таймлайн, как развивались эти отношения, как жила эта семья, конечно, было под прицелом фотографов и журналистов. Это тоже всегда у аудитории вызывает интерес. И это будет такая сайт-история, на которую кликнут следующие после того, как посмотрят какую-то новость именно про королеву и про то, что она скончалась. Едем дальше. Едем дальше. History. 15 ключевых моментов. Совмещение таймлайна с таким достаточно популярным и востребованным форматом. Ну, какие-то цифры. 7 лучших советов. 15 ключевых моментов. Редакторский выбор тоже очень хорошо показывает. Эти 15 моментов выбирает редактор. Они не автоматически формируются в истории. Поэтому здесь, кстати, вот это будет очень интересная выборка. Что именно редактор запишет в 15 ключевых событий в вашей жизни или в жизни любого селебрити. Хорошее, кстати, упражнение попробуйте сделать. Взять какую-то фигуру какого-то человека, жизнь которого вам интересна, и изучить его биографию и выделить, ну, если не 15, то, например, 7 или 9 ключевых фактов. Что-то такое, что повернуло его жизнь. И вы поймете, работая над этим материалом, вы поймете, что это не так просто. Это далеко не всегда те события, которые заложены в Википедию или которые всем известны. Если вы двигаетесь в сторону внимания, если вы внимательны к людям, то это непростая задачка. Значит, это у нас текстовые таймлайны, которые разные издания публикуют. Едем дальше. У нас есть Индепендент, которые сделали видео. То есть это прям вот... Когда вы заходите на страницу, то, собственно, сразу вам разворачивается, вот, во весь, фактически во весь экран, вам разворачивается видеоролик. Это рассказ, каким образом она стала королевой. То есть вот прям вот эти вот перипетии про Эдуарда, про ее отца, как внезапно эта ветка стала коронованной, хотя не планировалось. Вот, то есть это у нас история видео, полностью видео, построенное на хронике. Смотрим дальше. Это у нас Блумберг. Блумберг пошел по картинкам, по крупнику, по картинкам. И если вы посмотрите верстка, уже прям совсем это выглядит совсем по-другому, нежели когда вы текстовый таймлайн зажимаете в обычную широкую колонку на своем сайте. То есть вот фотографии это на весь экран, потому что внимание к фото, хорошая фотография, она несет в себе много смысла. И когда мы ее приплющиваем внутрь какого-то материала, она начинает проигрывать. Хорошая фотография требует всей рамки монитора. И вот здесь вот Блумберг, конечно, играет именно с... делая фотоколлаж, делая такое слайд-шоу из фотографий. Другой подход, да. Вот видели, как много изданий сделали из текстовой таймлайны. Молодцы, что сделали. Ну вот видно, подготовленная редакция работает и с другими форматами тоже. Значит, еще один интересный... Ну, британцы, конечно, потому что это их тема, да, они на этой теме сидят, и будет плохо, если британцы сделают плохие материалы. Значит, этот материал не прям свежий-свежий к сентябрю, это не сегодняшний, это материал, который был сделан в июне. Но вот посмотрите, как по-другому организован таймлайн. И из-за того, что вот есть вот эти фотографические вставки, есть воздух между точками жизни, то внимание это привлекает гораздо и удерживает внимание гораздо дольше, чем простой текст. И вот у нас, значит, есть история, вклинивается новостное сообщение. Здесь у них есть живой блог, есть у них ссылочки на собственные материалы. Вот у нас есть такой большой таймлайн, который тоже будет востребован. Сейчас посмотрим, как они его заканчивают. Июнь-июнь. Да, и заканчивают они. Вот, собственно, он доредактирован, доведен до конца. И, следовательно, мы имеем полную биографию, представленную вот в виде такого визуального таймлайна. Вашингтон-пост. Вот прям сразу видно, что готовились, потому что вот такое сделать быстро на коленке у вас не получится. И с точки зрения выращивания долгой истории, создания спецпроекта, который вы дополняете, это хороший пример. Значит, опубликовано это 31 мая. И вот updated, да, то есть дополнено 8 сентября. И посмотрите, это уже здесь история дизайнерская. То есть у нас помимо самого таймлайна есть еще и иллюстрации, есть не шаблонные, не банальные события, которые представлены. Ну вот, например, да, там про Битлов и там встреча с астронавтами. То есть каких людей, да, каких людей она встречала, как люди реагировали на нее, да, то есть вот как люди реагировали на нее, где она путешествовала, да, с какими людьми она встречалась. То есть вот эта история, что скольких людей, да, скольких значимых людей в мировой истории она видела, общалась и скольких она пережила, вот, собственно, оно здесь реализовано в таком формате. Ну и включая, конечно, знаковые события в жизни монархии. Ну вот, то есть визуально и дизайнерски сделано сильно богаче, но при этом основой все равно является редакторская работа по сбору, анализу, отбору, редактированию, структурированию этой информации. Дизайнер сам все эти тексты и все эти акценты расставлять не будет. Ну и последним номером нашей программы сегодня будет таймлайн, который сделан Guardian. И здесь, ну, у Guardian очень опытная команда мультимедийщиков. Они делают большое количество мультимедийных проектов различных. Они уже знают и про интерактивы, и про важность и необходимость меню для того, чтобы пользователь переключался на те блоки, на те моменты, которые для пользователя интересны. И вот, собственно, в таком формате сделан этот таймлайн. Надо будет посмотреть, кстати, останется ли он на черном фоне, либо он может поменять фон позже. Я поставлю себе в календарь посмотреть через какое-то время, будет ли дизайн меняться, может быть и нет. И я бы вот хотела обратить тоже внимание, что, собственно, твит о кончине Елизаветы, вот он был опубликован 8.30, 8-го, 8-го сентября. И посмотрите на дату публикации материала в Guardian, 8-го сентября, 8-32. То есть вот это как раз пример, очень такой яркий наглядный пример, когда есть заготовка структурированная, в спокойном режиме редакция поработала, скомпилировала материалы, расставила акценты. И затем уже, когда событие случилось, этот материал был опубликован. Ну вот, собственно, то, что я хотела вам сегодня показать, про то, как разные редакции решают одну и ту же задачу, откликнуться на значимое международное событие, на кончину королевы Великобритании. Сила Медиа